Здравствуйте, дорогие друзья. 22 день Хесет в Нецехе. Это по счету Амера. Мы постоянно выражаем себя во внешнем мире. Что-то там, пыжимся, преодолевая сопротивление его. Главное, что в этом стремлении победить мы не подменяли борьбу за реализацию духовных ценностей, которая важна для нашей души, победой своего эгоизма. Настоящая победа – это победа вечных ценностей. Не случайно второе значение слова «Нецех» – это что? Вечность. Вот об этом сегодняшний день. Как известно, сказанное в Торе – это урок для нас. В книге Великого Отмора и Сохачева замечательная идея есть. У каждого человека есть периоды прилива, отлива, подъема, спуска, любви, ненависти. Все по-разному. Раша в трактате «Хулин» говорит, что порой люди воспринимают свое положение подобно скоту, поскольку они находятся в очень подавленном состоянии. Есть периоды, когда человек пребывает в унынии, настроение подавленное, он чувствует себя на самой нижней ступени. Как это можно исправить? Есть ответ, который указывает нам – на следующий день после того шаббата. Вспомните, вы же только что вышли из Египта. А чему нас учит выход из Египта? Что даже если мы погружены в самую бездну и не видим никаких шансов выбраться из нее, нельзя терять надежду, спасение приходит всегда вот так, чудесным образом. Ведь народ Израиля, подумайте, находился на 49-й ступени духовной нечистоты в Египте. Мало того, евреи знали, что они должны находиться в рабстве 400 лет, значит впереди 190 лет, никаких шансов нет. Не выдержать этому невозможно было ни с какой точки зрения физической, духовной, однако они были спасены. Поэтому написано, Коэн вознесет его в день после того шаббата, чтобы мы знали, что даже из самой сложной ситуации можно вознестись и подняться в свете уроков выхода из Египта. И в этом заключается урок, который следует выучить. Жить надо с будущим. Так постоянно говорил, кто великий рабе Акива. Все, что Всевышний делает, все к лучшему. Короткая история от одного известного раввина. Когда коммунисты захватили Литву, он скрывался от них, большинство жило на съемных квартирах, еще главное брали с черным ходом, чтобы если что удрать. Оказалось, что там ставили засаду. Короче, рассказывает он, я нашел убежище в доме одного шойхита и Мойля. У него была в квартире черный ход, и тут ночью стук в дверь. Я ему говорю, встань у двери, если что, убегай. Открываю дверь, стоит сотрудник НКВД, спрашивает, здесь живет резник. Я говорю, нет. Он говорит, здесь живет тот, кто режет детей. Он улыбнулся, и такое замечательное принято для Мойля. Но это государственное преступление было в стране? Он отвечает, нет. И он на иврите что-то выругался, наидыше, то есть, простите. А он говорит, видно, что это евреи, там странно очень. Я позвал Айзек Мойля, он появляется, бледный, как стенка. Чекист запирает за собой дверь и говорит, ты делаешь детей евреями. Это еще такое смешное определение Мойля. У меня несколько дней назад родился сын. Жена приснилась, что ее отец просит сделать ребенку обрезание. Поэтому приходи завтра в 9 на такую-то улицу, дом 5, увидите, что из дома выходит женщина с кошелкой. Это знак, что никого нету, там домработница, она свой человек, зайдешь, обрежь ребенка. Так я стал, говорит, сандаком первый раз в жизни. Когда пошли к дому, вышла женщина с кошелкой, мы зашли, домработница показала нам колыбельку с младенцем. Там была записка с еврейским именем, написана русскими буквами. Мойль сделал обрезание, я стал сандаком. Прошло 5 недель. Я шел по улице, вдруг идет этот чекист. Я подхожу к нему, говорю, можно к вам вопрос? Он побледнел, посмотрел вокруг, ну быстро. Я его спросил, вы так испуганы, на какой риск пошли? Если, не дай бог, что-то известно. Почему вы это сделали? И он говорит, видишь ли, наш народ существует 3000 лет. Сейчас у него тяжелый период, это правда. Ну как пасмурный день, облака рассеются и засеют солнце. Я хочу, чтобы мой сын знал, к какому народу он принадлежит, и нашел в нем свой путь. Я уже не смог. Это называется жить в будущем. У каждого человека бывает, даже вы знаете, вот я всегда говорю, есть такая притча о рабе Акиве. Он знаменитая притча. Он взял с собой осла, петуха и фонарь. Ночью пришел к городу, его не пустили в город. Он остался один ночевать в лесу. В это время леса выскочила, забрала, утащила петуха. Потом осел убежал. Свет потух. Ну все, кошмар, Акива говорит, все к лучшему. Утром он проснулся и увидел, что деревня, которая его не пустила, уничтожена разбойниками, которые ночью пришли. Если бы у него остался фонарь, они бы его увидели, убили тоже. Если бы петух закричал, они его увидели, убили тоже. Осел обязательно заржал в ответ на их каких-то лошадей, и меня бы убили тоже, сказал Акива. Вот неисповедимы пути Господа, сказал Акива. Все, что было разрушено, сделано для моей пользы. У каждого человека бывают тяжелые времена. Можно впасть в отчаяние, но это запрещено. Да и обман все это, ведь облака рассеются, солнце засияет. Нужно только продержаться до этого момента. Это и есть жить с будущим. Вот начиная с сегодняшнего дня, надо жить с будущим, наполняя себя именно им. Прохава от слоха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова